Умер от последствий. Что произошло с петербургским поэтом Плаксиным? Умер от последствий. Что произошло с петербургским поэтом Плаксиным? Восемь часов ровно 8 мая 2020 года. Знак авторского права фото из личного архива Евгений Плаксин. Знак авторского права фото из личного архива Москва, 8 мая РИА Новости, Виктор Званцев. Удар по голове, запоздалая операция и кома в конце апреля в Санкт-Петербурге на 41-м году жизни скончался театральный актер и поэт Евгений Плаксин. За два месяца до этого на него напал неизвестный. В травмпункте диагностировали перелом носа и отпустили домой, но вскоре состояние резко ухудшилось. Сейчас брат погибшего пытается самостоятельно отыскать очевидца в той драке. РИА новости разбиралась в обстоятельствах трагедии. Сломанный нос в один из травмпунктов Санкт-Петербурга поэт обратился 7 марта. Компьютерная томография показала перелом носа и кисту в правой верхнечелюстной пазухе. По словам родственников, Евгений жаловался на сильную головную боль, а под глазами отчетливо виднелись два синяка. Он объяснил, что в первых числах месяца его серьезно избили на улице. Однако ни места, ни даты не уточнил. 23 марта, 8 часов ровно боимся выйти. Банда подростков держит в страхе Астраханское село. В прошлом году жене поставили диагноз сахарный диабет второго типа, рассказывает брат погибшего Александр. Раны при таком заболевании заживают очень медленно. На КТ в травмпункте каких-либо изменений в головном мозге, костях свода и основании черепа не заметили. Евгению выписали направление на анализы и отпустили домой. Головные боли тем временем усиливались, а общее состояние ухудшалось. В конце концов вызвали скорую. Сделав обезболивающий укол, врачи предложили госпитализировать в сестроре цекую больницу, в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Евгений отказался. На следующий день он сам добрался до ближайшей амбулатории и сдал анализы. Вечером ему вновь стало плохо. Скорая отвезла в больницу. Магнитно-резонансная томография выявила гематому головного мозга. 23 августа 2019 года. 8 часов ровно не товарищ майор, брянский полицейский ударом отправил подростков, кому операция вроде прошла успешно, продолжает Александр. Снимки показали, что жидкость откачали и мягкие ткани в порядке. Однако брат в сознание так и не пришел. Его подключили к аппарату АЛФ. Почти две недели находился в тяжелом состоянии, температура повышалась, рана не заживала. Ночью 29 апреля Евгений впал в каму и спустя несколько часов скончался. Поэт и авантюрист Плаксин перебрался в Санкт-Петербург из Воркуты в конце 90-х вместе с семьей. С детства увлекался спортом, музыкой и танцами, но настоящей страстью стали поэзия и театральное искусство. Окончив горный университет, Женя почти год прожил в Германии, вспоминают родственники. Попал туда совершенно случайно. Как-то раз в поезде услышал от незнакомой девушки, что за рубежом требуются специалисты его профиля. Взял гитару и уехал. Но не сложилось, украли документы, пока восстанавливали, зарабатывал на хлеб чем придется, даже общественные туалеты мыл. Знак авторского права фото, группа Театр Тру в ВК Евгений Плаксин во время игры пьесы в театре «Вернувшись в Россию», Евгений пару лет трудился по специальности в Горводоканале, а затем устроился машинистом сцены в Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова. В конце нулевых он познакомился с поэтом Ильей Жигуновым, рассказывает мать Евгения. Вместе они организовали несколько ярких событий, выступления в Александро-Невской лавре, перформанс, посвященный юбилею Гоголя. Но больше всего гордились тем, что подготовили и провели международный фестиваль медиапоэзии «Вентилятор» в кинотеатре «Прибой», ныне Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Последние несколько лет Плаксин играл в независимом театре Тру под псевдонимом «Гайер». Выходил на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова, а спектакль «Российская» азбука с его участием номинировали на премию «Золотая маска-2020». С течения обстоятельств, по словам родственников и друзей, Евгений до того, как заболел диабетом, отличался богатырской силой, в Воркуте не раз приходилось за себя постоять. Но первым в драку, как правило, не лез. С 17 марта, 8 часов ровно вместо лица Кровавое Месиво, кто ответит за гибель молодого рязанца, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, следователи проводят проверку. Но отыскать кого-либо через два месяца после драки крайне непросто. Брат Евгения пытается действовать самостоятельно и просит откликнуться очевидцев. Все, кто с Женей говорил или виделся в те дни после этого проклятого удара, прошу вас хорошенько вспомнить, что он вам рассказывал, написал в соцсетях Александр. Даже самая незначительная подробность об этом может иметь большое значение. Возможно, брат в этот момент говорил с кем-то по телефону и сообщил место, где он находится. Очень надеюсь, что всплывет хоть какая-то информация. Хотя смерть наступила 29 апреля, тело родственникам пока не отдают кроме обязательных в таких случаях анализов, эксперты ждут результатов теста на коронавирус. Родные и друзья надеются, что смогут проститься с Евгением уже в ближайшие дни, по завещанию поэта, его прах развеют над Ладожским озером.